здравствуйте дорогие друзья с вами разжевалова наталья предлагаю вашему вниманию мастер-класс в котором мы вышиваем вот такое нежное сердечко в нем будет много нового это вышивка вот такой розочки у которой серединка сделана новым способом без использования стежочков рококо а только с помощью наборных стежков на две иглы второй вид цветка будет иметь серединку из французских узелков и лепесточки также виде наборных стежков на две иглы в этом мастер-классе покажу вам как можно вышить контур с помощью шва в раскол а также буквы с помощью этого же шва а также вышим мелкие цветочки и листики листики с помощью петли в прикреп в первой части мастер-класса мы подготовим рисунок я покажу вам как можно с помощью шаблона нарисовать симметричное сердце а также мы рассмотрим вышивку первого вида цветов и так приступаем я использую ткань габардин ткань у меня не белая а молочного цвета размер фиалец у меня 18 сантиметров для того чтобы нарисовать ровное сердечко можно использовать шаблон можно взять шаблон сердце из интернета также можно сделать его самому как сделать чтобы сердечко получилось симметричное мы рисуем от руки сердце на бумаге оно конечно же будет не симметричное но для того чтобы вырезать симметричное сердце мы сложим этот рисунок пополам то есть линия сгиба должна пройти вот через эти точки складываем причем рисунком наружу выбираем ту половинку которые вам нравится больше и по этой линии вырезаем сердечко и в этом случае у вас получится обязательно симметричное сердечко ширина десять с половиной сантиметров вот поэтому сгибу восемь с половиной сантиметров и вот так вот еще можно измерить то самой высокой точки девять с половиной сантиметра если вы сделаете такой шаблон на картоне он будет более плотно его можно будет легко обводить то есть вы прикладываете сердечко и обводите его фломастером или карандашом то же самое на бумаге я нарисовала сердечко а затем уже нарисовала как у меня будет располагаться цветочки вообще с помощью сердца можно сделать очень много различных схемах расположить цветы можно по-разному и напротив друг друга по несколько цветов можно еще больше дополнить цветочков я остановилась сегодня вот на таком варианте у меня здесь три цветочка напротив два цветочка небольшие листики и принесла такой рисунок на ткань сегодня я буду использовать вот такую палитру ниток розовые цвета 1008 и 1006 также такой светло-желтый цвет 0200 или 200 его наверно можно назвать и зеленые оттенки 4604 и 40 06 у нас будут цветы двух видов в первом цветке который я вам покажу мы будем использовать два цвета не так потемнее и посветлее вы можете подобрать другие оттенки можно использовать нитки другого производства главное чтобы эти цвета сочетались один был чуть чуть потемнее для внутренней части это у нас будет розочка но все лепестки даже внутренние мы будем выполнять с помощью наборных стежков напомню что обычно мы здесь используем стежки рококо для удобства я отметил центр этого цветочка дальше у меня идет кружочек диаметром 12 миллиметров и внешний круг диаметром 24 миллиметра для вышивки нам также будут нужны две иголочки у меня длина иглы шесть с половиной сантиметра к сожалению эти иголочки продавались без упаковки назывались просто иглы для вышивания поэтому не могу вам назвать производителя и номер иглы но вот визуально они достаточно толстые и длина у них известно 6 половиной сантиметров они удобны для того чтобы делать навивы и петелки сначала я буду использовать ниточки более темного цвета 10 08 в 3 ниточки отрезаю нитку длиной примерно 70 сантиметров отделяя 3 ниточки для этого я делю пасму пополам вставляю 3 ниточки в иголку на конце завязываю обычный узелок вышивать мы будем по такому же принципу как розочка рококо в серединке у нас будет петелка а затем вокруг по спирали мы будем делать стежки но в данном случае я буду делать наборные стежки на две иглы можно вот эту среднюю часть делать на одну иглу тогда стежочки будут немножко поменьше первый стежочек я буду делать самой серединке расстояние между проколами буквально 2 миллиметра рядом с первой иглой вставляю вторую иглу такой вот будет необычный коротенький стежок но набирать я буду 10 петель ниточку завожу за иглы правую иголочку вынимаю а эту протягиваю через петелки и первый стежок мы делаем таким образом затягиваем ниточку посильнее образуется вот такая петелка я ее обычно чуть-чуть еще вот так вот сжимаю чтобы получился как бы первый внутренний лепесточек розы ухожу на изнанку примерно во второй точке то есть вот такой получается лепесточек я его вот так вот ставлю вертикально и немножко сжимаю второй лепесточек можно сделать по-разному либо начинать с середины предыдущего но я обычно его располагаю так чтобы закрыть вот эту вот выемку то есть вот так вот обнимаю как бы первый стежочек здесь расстояние между проколами уже будет побольше примерно 4 5 миллиметров две точки у меня расположены на противоположных сторонах вот этой петелки и рядышком вставляю тоже вторую иглу здесь я сделаю 12 петель во всех стежочках буду заводить ниточку за иглой тогда стежочек лучше ложится правую иголочку вынимаю левую протягиваю через петелки петелки обязательно придерживаю пальцами и вот этот стежочек тоже располагаю так чтобы он охватил предыдущий вот так вот немножко загнулся то есть мы формируем сами серединочку розочки у нас получилось что вот эти стежки как бы смотрят друг на друга и дальше уже можно располагать стежочки по спирали то есть начинается от серединочки вот этого стежка располагает следующий от середины последнего новый стежочек эти стежки буду делать по 12 петель а потом уже когда мы будем делать стежки другого цвета буду еще больше увеличивать длину стежка и количество петель 12 петель 12 петель и вот эти лепесточки я специально немножко приподнимаю чтобы они не ложились на ткань а были вот так вот подняты здесь вы можете остановиться можно сделать еще парочку стежочков то есть тут уже вы смотрите сами какого размера вы хотите сделать внутреннюю часть то есть серединка вот это вышивается более темным цветом я сделаю еще один последний лепесток здесь тоже сделаю 12 петель на две иглы вот такая получается средняя часть розочки эту нитку я закрепляю дальше буду использовать более светлый цвет 1006 тоже в 3 ниточки вставляю 3 ниточки в иголку на конце делаю узелок светлым цветом мы будем продолжать закручивать эту спиральку можно начинать от серединки предыдущего стежка а также я буду делать наборные стежки на две иглы но эти стежки буду делать уже подлиннее и количество таких стежков может быть довольно большим то есть мы можем вот эту спираль закручивать довольно долго и делать розочку еще побольше итак я начинаю с серединки последнего стежка буду делать довольно длинные стежки но чуть меньше чем наполовину розочки где-то вот таким образом и буду набирать сейчас 15 петель и получается вот такие уже более длинные лепесточки тоже их пока я приподнимаю а последние лепестки уже можно укладывать вот так вот ближе к ткани и так продолжаем дальше то есть каждый раз заходим примерно на половинку предыдущего стежка и делаем довольно длинный стежок чуть меньше чем наполовину розы эти стежки постепенно у нас будут чуть чуть длиннее следующие стежки я буду делать без объяснений количество петель буду постепенно увеличивать сначала 15 затем 16 и затем 17 петель и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее сделаю еще несколько стежков Еще более длинных Набирать буду по 18 петель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в какой-то момент можно остановиться То есть при желании можно сделать даже еще один круг лепестков Но я думаю, что достаточно Закрепляю нитку Вот такой получается цветок Очень интересная у него серединка Тоже из наборных стежков Во второй части мы сделаем еще один интересный цветочек А также закончим всю композицию С вами была Аранжевалова Наталья Желаю вам успехов! Подписывайтесь на канал! Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео! До свидания!